Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 17 марта, день Герасим Грачевник, назван в честь преподобного отца Герасима, жившего на Иордане. Он был великий постник, еще с молодости он воспитал себя в страхе Божьем, приняв монашеский сан, удалился в египетскую пустыню. Оттуда он пришел в Палестину и поселился в Иорданской пустыне. Его жизнь была настолько добродетельна, что он подобно светлой звезде блистал. При реке Иордан он устроил себе обитель, ему даже бессловесный зверь служил, как разумный человек. В это время возвращаются прилетные птицы, предвестники весны. Сегодняшний день был известен и как день, который следует изгонять из дома кикимор, злых духов. Поэтому у этого дня есть еще одно название, день кикимор. А изгоняли их так. Сегодня самая старшая в семье женщина должна начисто вымести пол в доме. Особенно тщательно выметалась пространство возле печи. Кикимору вместе с мусором выбрасывали из дома. Важно помнить, как только перелетные птицы отправятся в теплые края, она может вернуться назад в дом. Незамужные девушки сегодня гадали. Они выбегали во двор и смотрели, кто встретится на их пути. И если женщина, значит удастся выйти замуж в этом году. Крестьяне очень уважали грачей, так как они были предвестниками весны. Заодно грачи уничтожали вредных насекомых. Отсюда еще одно название дня. Герасим – грачевник. Приметы. Какая погода на Герасима, такая будет следующая зима. Первым, кто увидит грача сегодня, будет весь год богатым и счастливым. Грачи сегодня уселись на старые гнезда, жди дружной весны. Если сегодня новую обувь обуть, шея болеть не будет. Сегодня солнечно-ясная погода, значит в лесу будет много ягод. Сегодня не следует подвергать себя каким-либо операциям и посещать стоматолога. Не совершайте сегодня крупные покупки, они окажутся бесполезными. Сегодня хорошо завершать дела. 12-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека чувство милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ – сердце, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое. Свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты.